Алексей, вот видишь, я стараюсь как можно чище, так сказать, протереть твой телефон. Зря, зря, зря. Неправильно делаешь, Саш, неправильно. Так, а надо вертикально, наверное. Тут нужно все-таки делать с точки зрения науки, да, ты же понимаешь. Ну для того тебя и завел. Нет, нужно с помощью специального устройства, смотри, 6G. Так. Да, 6G, то есть не просто так. Поэтому сейчас я нажимаю волшебную кнопку, внимание, оп, все, все вокруг тебя на 3 метра стерилизовано. Включаю тебя. АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ Врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призер премии Russian Sky and Tech Writer of the Year 2019. Думаю, что теперь можно провести опрос безопасности для жизни. Давайте-ка проведем голосование. Теперь я спокойно на свой телефон. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, вот сколько еда может безопасно пролежать на полу? Десятую долю секунды, одну секунду, три секунды, три секунды, пять секунд. Вообще не может. И если никто не видел, то хоть сутки. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в чате, проголосуйте. А теперь, Алексей, я вас внимательно слушаю. Ну что, я приветствую всех участников, точнее как зрителей, получается, слушателей, смотрителей, я не знаю, как правильно назвать. Но у нас сегодня такая достаточно интересная форма проведения. С одной стороны. С другой стороны, здесь всё-таки есть люди и есть, кому рассказать и с кем пообщаться. Да, это невероятно радует, если учесть, что последние онлайны в основном были в виде разговора с монитором. Итак, сегодня мы поговорим о гигиене. И начнём, конечно же, с самого первого, наверное, самого важного мифа в этом смысле, что чистота – залог здоровья. Вы наверняка эту фразу слышали неоднократно, но вряд ли кто слышал её продолжение. А вот здесь, на старом советском плакате, она как раз есть, да, и чистота – залог здоровья, потому всегда здоровья. То есть вот так это двустишье на самом деле. И да, нужно понимать, что отношение к чистоте, оно, в общем-то, сильно изменялось. И само понятие, что такое чисто, с точки зрения неандертальца – это одно, с точки зрения человека античности – это другое. Да, если мы будем говорить о более поздних временах – это третье. Но практически всегда то понимание чистоты, которое было в обществе, оно всегда отражалось на нём так или иначе. Хотим мы ли этого или нет. Ну, например, достаточно вспомнить великое зловоние в Лондоне 1858 года. И оно было связано как раз вроде бы с улучшением санитарно-гигиенических условий. Что тогда попытались сделать? Просто заменить горшки, извиняюсь, ночные, на ватер-клозет, то, что называется, то есть добавить смыв водой. Так вот, вот эти все огромное количество источных вод, они через массу рек, речушек и прочего-прочего переполнили Тензу. Плюс там ещё была вот примерно такая, как у нас вчера-позавчера в Москве погода. То есть жара невероятная, всё это зацвело, запахло. И тогда поняли, что нет, это не та чистота, к которой мы стремились. И постарались создать новую систему канализации. Да, действительно, после 1860-х годов холеры в Лондоне больше не было. С одной стороны. С другой стороны, скорее всего, чистота это нечто максимально достижимое в определённый период времени. Потому что не было же средств асептики, антисептики во времена Каменного века, например. И, что интересно, всякие различные придумки, которые так или иначе связаны с чистотой, они, в общем-то, даже не в наше время появились. Например, вот эти два замечательных значка, которые вполне можно носить сегодня, то есть свободен от рукопожатий. На самом деле, это придумка 1920-х годов. Советская Россия, это как раз бушует ТИФ, бушует дизентерия, всё остальное, всё, что передаётся, в том числе и контактным путём, до контакта бытовым, через пищу, через воду и прочее. И такие значки, они помогали людям в некоторой степени защищаться. То есть, вот это вот приветствие, скажем, локтем, например, опять же, оно придумано далеко не сейчас. Но с точки зрения, например, современных возможностей, или даже так, наверное, правильнее было бы сказать, что постепенно мы дошли до такого уровня возможностей, что мы смогли обеспечить чистоту на уровне стерильности. То есть, мы вот примерно так понимаем. Перед нами чашка Петри. Кстати, на всякий случай напомню, что это замечательный немецкий микробиолог, работал вместе с Робертом Кохом. Но вот как-то Коху досталась Нобелевка, а Петри исключительная память в виде его чашки. Так вот, вот такая чистота, то есть абсолютная чистота, это всё-таки стерильность. Это не совсем то, что можно считать нормой, потому что норма, скорее всего, будет выглядеть как на правой чашке Петри. И, кстати, если присмотреться, то там очень хорошо видны такие следы от микробиологической петли. То есть, как раз так, совершают посев некой среды, берут какой-то образец, жидкость, воду или ещё что-нибудь и сеют. И вот, небольшое количество колоний выросших, да, это норма. А то, что слева, это уже не норма, это стерильность, это избыточная чистота. Как раз та вещь, с которой связана масса всего самого интересного. Например, гигиеническая, ну, она долгое время, наверное, была гипотезой, сейчас уже всё-таки, наверное, больше на теорию смахивает. В упрощённом виде она звучит следующим образом. Первый ребёнок, пелёнки гладим с двух сторон, упавшую соску кипятим. Второй ребёнок, пелёнки гладим с одной стороны, упавшую соску облизываем. Если третий ребёнок ест из миски собаки, это проблемы собачьи. Вот, примерно так выглядит вот эта вот достаточно интересная гипотеза. Она возникла, когда стали осваивать Африку, туда начали приезжать, как вы понимаете, люди с бременем белого человека. Ну, в том числе, туда приезжали люди в белых халатах. И они начали, естественно, с чего? С того, что избавлять от многочисленных паразитов местное население. В основном детское, конечно. Их, как вы понимаете, там было более чем достаточно. И по мере того, как изгоняли вот эту всю нечисть из детей, у них почему-то подрастала заболеваемость с аллергическими заболеваниями различными, включая вплоть до бронхиальной астмы. Некоторые даже там до аутоиммунки умудрялись как-то дожить и так далее. То есть возникала проблема. Вроде бы всё хорошо, всё замечательно. Чисто не должно быть болезней. А наоборот, да, вот почему-то появлялись те же болезни, которые списывали на европейскую цивилизацию. Ну, то есть, как говорили, там у нас плохая экология, за что экологи сразу, кстати, бьют. Потому что экологическая ситуация может быть плохой, а экология как наука, она хорошая априори. Ну, вот там плохая экология, там какие-нибудь вредные пластики или ещё что-нибудь, о чём будет рассказывать следующий докладчик. И так далее. Вот на это всё списывали. Именно поэтому у нас так много аллергий. И аутоиммунных заболеваний в том числе. А выяснилось-то, ну что, скорее всего, по крайней мере, в 89-м году, именно так, один из основоположников этой гипотезы, Дэвид Стретчер, он сформулировал это именно таким образом, что чем чище, тем хуже. Объяснение достаточно интересное. Оно, конечно, пространное, оно касается самых различных звеньев иммунитета. Но если упрощённо, вот если прям совсем просто, то наш иммунитет — это такая обученная армия. Армия должна убивать. Если армия находится в пункте постоянной дислокации, ей нечего делать, то это очень плохо. Просто потому, что иногда она начинает искать врага совсем не там, где он есть. Например, может назначать. Он говорит, вот смотри, клетка, ты очень сильно похожа на вот тот стрептококк. Клетка говорит, да ладно, ты же болел когда этим стрептококковой ангидой? Несколько недель назад. Он говорит, неважно, стрептококка уже нет, но я хочу тебя уничтожить. Ну, примерно вот так. И да, действительно, нашим лимфоцитам, нашим другим клеткам иммунной системы нужно с чем работать, то есть нужны антигены. Если их нет, то начинаются два варианта. Либо они начинают кричать так, ааа, мы все умрём, как это обычно бывает, если в организм попадает какая-нибудь, ну, например, еда. То есть там тоже есть белки, да, действительно, но они нормальные, они привычные для нас. Они попадают, иммунная система на них реагирует, как белка истеричка, и развивается аллергическая реакция. Либо другой вариант, о котором я рассказал, то же самое, клетки организма нормальные, здоровые, назначаются врагами, их быстренько уничтожают, таким образом мы сталкиваемся с аутоиммунной патологией. Что интересно, что в стремлении добиться чистоты, ну, в понятии стерильности, наверное, так, дошли до того, что стали всякие антибактериальные компоненты добавлять в том числе и в простейшую косметику. Например, мыло. И очень долгое время оно продвигалось именно так, что это защита. То есть вы себя защищаете, когда вы моетесь таким мылом, то есть вы уничтожаете на себе все патогенные бактерии. Тут, конечно, неплохо бы спросить, а как вы узнаёте, что это патогенные бактерии? Мыло-то откуда знает? У него там искусственный интеллект внутри? Нет. Значит, оно убивает всё, что у него в спектре действия. Так получается. А у нас масса полезных бактерий. Об этом мы узнаём всё больше и больше, об этом нам всё больше и больше рассказывают, пишут и так далее. И выясняется, что нет, это мыло наоборот вредит. Мало того, что уничтожает необходимую нам флору на руках, например, ещё эти компоненты попадают в сточные воды, в канализацию и так далее, распространяются вокруг и вносят свой вклад в формирование глобальной антибиотикоустойчивости. Ничего хорошего. Поэтому, например, уже в Соединённых Штатах запретили триквозан в мыле и многих других вещах, запретили ещё 18 примерно таких же компонентов. Насколько я в курсе, по-моему, только зубная паста осталась. С триквозаном разрешённой, всё, всё остальное нет. Сегодняшняя концепция, она выглядит иначе. Вот мы, например, моем руки вот сейчас. И нам все рассказывают, что нужно мыть руки, как каждый раз после того, как мы выходили на улицу или с чем-нибудь контактировали. Зачем? Мы же не можем так убить вирус. Скорее всего, нет. Но нам нужно механически смыть. То есть вот сегодня подход к чистоте, он формулируется таким образом, что мы не убиваем, мы смываем. Этого более чем достаточно. А для этого подходит самое обычное мыло. И если уж мы будем говорить о чистоте, достижимой с помощью современных технологий, то это, скорее всего, будет залог не здоровья, а самого интересного набора аллергических и даже аутоиммунных заболеваний. Теперь я займусь очень таким неприятным, наверное, для многих делом. Я полезу под ободок унитаза. Тут одно время говорили, что я уже реабилитировал колу. Ну, на самом деле, не совсем так. Я реабилитировал колу с сахарозаменителем. Вот так было. А сейчас я попробую реабилитировать ободок унитаза. Он абсолютно невинно пострадал, потому что про него рассказывают всякие ужасы. То есть, там непременно что-нибудь вот такое, а иногда даже и хуже. И поэтому нужно обязательно всё это уничтожать при помощи тех самых средств, которые убивают там 99 и неизвестно сколько девятых после запятой. Так вот, когда нормальные учёные берутся за это дело и начинают высевать, то есть просто брать мазки, то есть брать пробы и высевать это всё на питательные среды, выясняется, что ободок унитаза, в общем-то, достаточно беден в смысле микрофлоры. Если посмотреть, сколько у него там колонне образующих единиц, то ни в какое сравнение ни со шторкой душа, даже близко не идёт, ни, например, с полом в той же душевой кабине. То же самое. Там, видите, разница. Там, предположим, 16 миллионов, 15 миллионов, а под ободком унитаза всё весьма скромно, всего 235 тысяч. Много это или мало? Ну, в общем-то, более чем достаточно, конечно, чтобы вызвать некие заболевания. Но тут ещё важно что? Не количество, а качество в том числе. Ну, вот по количеству пока посмотрите, опять же, ободок унитаза, в общем-то, отстаёт даже от зубной щётки. То есть выясняется, что зубная щётка... С другой стороны, многие могут вспомнить вот эту армейскую традицию чистить этой самой зубной щёткой вместо общего пользования. Но мы можем выяснить, так ли это на самом деле. То есть тут мы ещё побочно, как бы одновременно разоблачим ещё один миф интересный, армейский, о том, что там что-то чистится. Так вот, те же учёные, они не только количество подсчитали, но и разложили по конкретным видам и родам бактерий, что там живёт. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас есть. Бациллы, предположим, есть грамм-плюс палочки, грамм-минус кокки и грамм-минус палочки. Они раскиданы по самым различным группам, они вызывают самые различные заболевания, и самая, наверное, безобидная группа – это всё-таки первая. Да, конечно, там внутри находится та же бацилла сибирской язвы, но найти её в туалете – это, в общем-то, проблема. Сразу скажу, это нужен всё-таки скотомогильник. Так вот, если мы посмотрим, что содержится, например, на рычаге смесителя в ванной, что содержится на шторке душа, опять же, там же в ванной, то, в основном, это патогенная флора. Если мы посмотрим, что есть на ручке изнутри, то есть на ручке двери в ванной изнутри, и что на полу, опять же, сплошняком патогенная флора. Смотрим зубную щётку – и то же самое патогенная флора в основном. А вот ободок унитаза, как видите, зелёненький он был. То есть там, в основном, конечно, естественно, то, что уходит из человека. А это более-менее приличная микрофлора, которая всё-таки не вызывает таких тяжёлых патологий, как все перечисленные перед этим. Так что нет, всё-таки, скорее всего, нет. Это не главная опасность в доме. Тем более, что изучалась и кухня. И если мы посмотрим, это уже немножко другой проект, но примерно такое же исследование, то есть брались некоторые объекты на кухне, на обычной, на самой рядовой кухне. И изучались вот эти самые колифформные бактерии. То есть что это означает? Это похожие на кишечную палочку, те, которые могут вызывать острые кишечные заболевания. Так вот, самая зверская в этом смысле микролаборатория, биологическая, это губка, та, которую моет посуду. Именно поэтому её рекомендуют менять как можно чаще. То есть в течение месяца это просто уже край, дальше не надо. Что ещё? Тряпки различные, полотенца и так далее. Там тоже гигантское количество было обнаружено этих самых колифформных бактерий. Далее кухонные плоскости. В 32% случаев там обнаружилась вот такая вот флора. И даже режущие кромки. Даже там находилась всякая зараза. И что у нас в итоге получается? Что мы ещё почему-то не поговорили про тот смартфон, который Александр протирал в самом начале. Так вот, опять же, есть некоторые исследования. И они логичны. То есть мы можем представить себе, как и в каких условиях мы пользуемся смартфоном. Во всех. Вообще во всех. А протираем его, наверное, только тогда, когда уже читать невозможно. То есть там просто всё физически закрыто. И на экране ничего не видно. Так вот, если опять же вернуться к ободкам унитаза, то нужны 10 ободков для того, чтобы добраться до поверхности одного смартфона в смысле количества патогенной флоры. Поэтому Александр делал правильно. Делайте так же. Особенно сейчас. Это важно. Протирайте периодически специальными салфетками очищающими поверхность смартфона. Это тоже вклад в рациональный подход к гигиене. И в чистоте. В нормальной чистоте. Итак, вывод. Под ободком унитаза у нас гораздо чище и спокойнее, чем, например, на зубной щётке. Кстати, именно поэтому зубную щётку рекомендуют тоже достаточно часто менять. Но за подробностями к стоматологам это всё-таки хепархи, я туда не полезу. Куда я полезу? Например, в правила 5 секунд. Я думаю, многие об этом знают, а многие слышали, может быть, даже читали. И вот сейчас даже прошли обзор. Опрос такой, да. И действительно, неоднократно приходилось слышать, но откуда он взялся, вот этот миф. Очень интересно было поискать, потому что уши-то его вот они торчат, но когда за них тянешь, это вот получается как в мультфильме «Ну погоди, да?» Помните, он там когда из шляпы вытаскивал бесконечные уши? Вот примерно так же у меня получилось. Я попытался докопаться. И докопался до Чингисхана. Нет, не до этого, вот до вот этого, да. И выяснилось, чтобы даже было такое правило Хана, ну якобы, да, что еда, которая падает на пол во время трапезы, она может оставаться там сколько угодно, пока не скажет Хан, да. То есть, по большому счёту, это было такое своеобразное, не то что дань уважения, а скорее показатель, да, что для Хана готовят чрезвычайно качественную пищу, поэтому даже если она упала на пол, она может там лежать сколько угодно. Ничего страшного с ней не будет. И вот всё, потом достаточно большой провал. И в следующий раз оно всплывает только вот в такой вот передаче, это 1963 год, кулинарное шоу Джули Чайлд, французский шеф-повар. Там она пыталась сделать блинчик, вот сейчас мы это посмотрим, да, видите, ну как обычно, всё это не получается, она быстренько всё это собрала, потом это пошло в съедение, то есть это было нормально. Ну упало, ну подумаешь, быстренько собрали, значит уже не считается упавшим. И, наверное, в печатном виде оно появилось вот только совсем недавно, то есть это 1995 год, конкретно вот это произведение Брэда Аллана «Разыскивается тренер по гребле». Там оно в несколько модифицированном виде упоминается впервые. В киноискусстве то же самое, 2001 год. Кто ещё не смотрел фильм «Осмозис Джонс», обязательно скачать, посмотреть. Замечательный фильм про работу нашего организма, примерно в стиле моих сказок, ну то есть я тоже вдохновлялся этим произведением. Так вот, здесь герой Билла Мюррея, он немножко подрался с шимпанзе за яйцо варёное, съел его и тем самым заразился. Но он считал до 10 секунд, то, что 10 секунд не прошло, яйцо валялось внизу в клетке, значит, всё нормально, можно съесть. Он немножко ошибся. Так вот, есть, оказывается, учёные, которые ставят смелые эксперименты, то есть они роняют еду на пол и потом считают при помощи секундомера и замеряют количество бактерий, сколько там чего оказалось. Так вот, вывод звучит очень интересно. Во-первых, как это всё выглядело, то есть брали интервалы в одну, пять, тридцать, триста секунд. Брали различные виды еды. Ну вы же понимаете, что одно дело, когда упадёт целый арбуз, это одно, и другое дело, когда упадёт просто его долька, у которой огромная поверхность, впитывающая в том числе. Долька арбуза была, был ломтик хлеба, был он же намазанный маслом и была ещё жевательная конфета. И разные поверхности. То есть здесь было и ковровое покрытие, здесь было и дерево, здесь была и сталь, и так далее, и так далее. То есть разные виды поверхностей. Так вот, к какому выводу пришли учёные, что не получается никак это правило пяти секунд хоть в какие-нибудь рамки втиснуть. Почему? Ну просто потому, что слишком разные условия. То есть, например, тот же арбуз, падая на ковролин или падая на сталь, он будет загрязняться по-разному. То есть скорость будет разной. Слишком много переменных, которые нужно учесть. И именно поэтому мы не можем сделать однозначного вывода о том, что есть некое безопасное время нахождения еды на полу. Упало, всё, оно заражено. Неважно чем, и это уже другой вопрос, что конкретно успело туда залезть, в каком количестве оно успело туда залезть и так далее. То есть это же другие вопросы. Но самое главное, что правило пяти секунд не работает. Доказано экспериментально. Успевают туда бактерии забраться даже буквально в первые доли секунды. Что ещё? Ватные палочки. Казалось бы, как раз оно было изобретено для чистоты. То есть это было средство для очищения. Каким образом? Очень интересная вообще на самом деле, конечно, история. Такая, наверное, история американского успеха или что-то в этом роде. Но давайте мы всё-таки сначала начнём с небольших азов. С небольших азов. У нас в ушах есть сера. Ну, не без этого. Обязательно. У всех, у каждого. И самое интересное, что это защитная среда. Вот как у нас есть слизь, как у нас есть кислота в желудке, как есть прочие-прочие, вот это всё, оно вместе защищает нас. Ушная сера то же самое. Она предназначена для того, чтобы в ней могли застревать пыль различная, микробы то же самое. Она очень вязкая. Она сделана из веществ, которые получаются в результате метакваланного пути. Ой, миволонатного пути. Прошу прощения, это я куда-то в сторону токсикологии меня сдуло. Миволонатного, конечно. Так вот, да, действительно, здесь огромное количество. Можете посмотреть состав. И да, действительно, у некоторых людей оно отличается. И за это, как выяснилось, отличает один ген. У некоторых людей будет сухая, серая она будет отшелушиваться, а у других она будет такая жидкая, тягучая, и она будет вытекать. Так вот, многие культуры подразумевали в том числе и чистку вот этих ушей. Потому что не всегда было понятно, что это самое серое или что это. Это же явно какая-то грязь, истекающая из организма. Значит, надо удалять. И уже потом, когда более-менее развилась наука, когда мы смогли узнать, что там внутри или зацин находится, и многое-многое другое, мы выяснили, что да, эта вещь нужная и защитная. Но тем не менее. Как всё это разливалось? Польский эмигрант в Соединённых Штатах, он наблюдал за тем, как его жена чистит ребёнку уши. И она брала ватку, брала зубочистку, наматывала на зубочистку ватку и потом чистила. Он понял, а почему бы не сделать сразу готовое, то есть намотать одно на другое. Идея прижилась, пошла в народ. Если посмотреть на продажи, то где-то в 2014 году, то есть уже в нашем 21 веке, более 200 миллионов долларов это объём рынка этих палочек. Что интересно, они даже получили своё название, вот это Q-Tips, оно стало нарицательным. Ну, примерно как термос, ксерокс, памперс и так далее. Теперь Q-Tips это тоже ушные палочки, хотя это quality tips, то есть советы по качеству. Изначально называлась очень конкретная марка, теперь их называют так все. Так вот, что интересно, на современных упаковках специально показывают, как использовать. Ну, например, вот на этой упаковке вы видите для нанесения или снятия макияжа. Один вопрос. И второе, на современных упаковках специально пишут, что ни в коем случае не используйте эти палочки для того, чтобы чистить нос, уши, глаза. Почему? Потому что это косметическая продукция. То есть, да, например, вы что можете сделать? Ну, мазь нанести какую-нибудь, медицинскую мазь и так далее. Да, подходит. Что еще можно? Ну, не знаю, там, с компьютером поработать, материнскую плату почистить. Тоже, кстати, очень удобно. Но засовывать в естественное отверстие человека этого не надо. К сожалению, до сих пор не прислушиваются родители. Не знаю, по нашей стране статистики найти не удалось, но поскольку американцы все считают, у них такая статистика есть. И с 1990 года по 2010 в неотложное отделение больниц обратились родители, сейчас я скажу, 263 338 детей. Да, то есть, с травмами. Мы не считаем остальных. То есть, почти 240 тысяч травмированных ватными палочками детей. Давайте мы не будем увеличивать это число. Ну и, наверное, самое последнее, такое интересное в плане гиены и о чем, конечно же, спрашивали, это душ. Нужно ли принимать его каждый день или несколько раз в день или еще что-нибудь в этом роде. То есть, насколько это оправданно, насколько это соответствует стремлению к чистоте. Ну, есть варианты. Да, потому что, ну, такой вариант, почему нет? Да, но это как бы не совсем про чистоту, это немножко про другое. Есть, конечно, рациональные некоторые вещи в этом. И давайте мы попробуем просто, как обычно делают, раскидаем плюсы и минусы. Что у нас уйдет в плюсы? Ну, естественно, устранение неприятных запахов. Само собой, без этого никак. Кроме того, некоторые по будильнику, конечно, встают, но не пробуждаются. То есть, они до сих пор еще бродят, им нужна заправка кофе и обязательно вот эта вот процедура освежения, то есть, просто, чтобы они проснулись, чтобы они открыли глаза. Ну, и в конце концов, это приятно. Особенно вот в жару, например, да, это все замечательно, зайти, включить тропический ливень, вот этот, да, помыться, все хорошо. Тут никто не спорит. Давайте посчитаем минусы. Минусов получается почему-то больше. Ладно, мы забудем пока что про шторки, которые прям обсеменены всякими страшными бактериями, черта с ними. Ладно, сухость кожи, зуд и шелушение, это вполне себе может быть следствием частого приема душа. Почему? Потому что у нас на руках, как бы это странно ни звучало, но вот эта вся работа сальных желез, она предназначена для создания определенной такой пленки специальной, да, то есть она защитная и защищает нашу кожу не только от бактерий и прочего, но и в том числе от высушивания, от пересыхания, от шелушения избыточного и так далее, и так далее. И если мы этого не будем учитывать, естественно, мы получим проблемы с кожей. Не у всех людей кожа подходит под частые макеи. Дальше у нас есть не только плохая микрофлора, как выясняется, и теперь, как выясняется, ее чуть ли не больше в пересчете на клетке, чем наших собственных клеток. Поэтому, да, мы должны давать им работу, то есть они должны выполнять свою работу. Если мы будем их регулярно уничтожать и смывать, естественно, они ничего сделать не смогут, и это закончится чем-нибудь, опять же, нехорошим. Что еще? Аллергия, да, ну, она может быть на какие-нибудь вещества, которые входят в моющие средства. Да, мы понимаем, что они бывают самые разные, в том числе, бывают такие, знаете, там, супернатуральные, хенднейт, там, или еще что-нибудь в этом роде. И когда начинаешь раскапывать состав, выясняется, что там вот этого натурального, аллергенного, даже более чем достаточно, и гораздо больше, чем в продукции косметологической промышленности, например. ну, и, конечно же, мы сейчас живем как бы в достатке в некоторых странах, но душ это все-таки слишком большой расход воды, лишний. Поэтому, если несколько раз в день вы его будете принимать, то в том числе, да, за вами когда-нибудь придет Грета Тунберг или кто там будет за ней следующий. В целом, смотрите как, если мы говорим с точки зрения гигиены, то в этом нет необходимости в многократном душе. Если говорить с точки зрения дерматологов, я немножко их спросил аккуратненько, он говорит как, ну, пару раз в неделю, более чем достаточно. Но ведь запах, говорят другие люди, а вот тут уже я присоединюсь с другой стороны, потому что, ребята, запах, он говорит о том, что есть некие действительно проблемы с организмом, его нужно не смывать, а лечить. То есть нужно искать эту проблему и устранять этот самый запах. Если мы будем чисто смывать его, то можем дойти до каких-нибудь сильно запущенных ситуаций, с которыми не хотелось бы сталкиваться никому, я так надеюсь. Ну что, в принципе, наш разговор о том, как попытаться выжить в этом непростом окружённом микробами мире на сегодня закончен, и я с удовольствием выслушаю ваши, в том числе, и каверзные вопросы. Здесь, как обычно, перечень источников, которыми я пользовался, можно пойти проверить, посмотреть, может быть, я где-нибудь наврал, может быть, они где-нибудь наврали, такое тоже возможно. Но сначала мы посмотрим на результаты голосования. Мне самому интересно. Правда, я их уже видел. Ага. Давайте посмотрим. Да, было бы интересно. Ха-ха. В общем, подавляющее большинство считает, что еда вообще не может лежать на полу. Вот так. А сейчас, Алексей, видео вопрос тебе... задерживаются правила Чингисхана. Ну, да, такая часть тоже есть. Значит, видео вопрос сейчас тебе задаст Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки. Включите, пожалуйста. Приветствую участников форума. Вопрос к Алексею следующий. Мне попадались исследования на мышах и на крысах, где сравнивали животных, которые жили в условиях стерильности, питались стерильной пищей и так далее, с обычными животными. И вот оказалось, что эти стерильные животные, они либо жили дольше, либо примерно столько же, как и обычные. Так, может быть, это миф о том, что есть какие-то суперважные микробы, без которых вообще невозможно обходиться? Да, это, конечно, было бы интересно посмотреть на эти самые исследования, потому что я специально поискал, покопался, и мне нашёлся какой-то другой пул работ, причём в самых плохих журналах, там типа «Природа» или «Нас» или что-нибудь в этом роде, и достаточно свежие, то есть где-нибудь последнего десятилетия, то есть второго десятилетия 21 века. И что мы там видим? Что, во-первых, у таких животных проблемы с иммунитетом. И почему это происходит, понятно, то есть я сегодня объяснял, почему это есть. И второе, с метаболизмом. У них тоже достаточно выраженные и достаточно ощутимые проблемы. С чем это связано? Просто с тем, что кишечная флора, она участвует в том числе в процессах пищеварения. И у человека, по-моему, это даже более выражено, чем у мышей, потому что у нас всё-таки более разнородная пища, она есть и животная, и растительная, и так далее, и так далее. И очень многие вещи мы переваривать не умеем. Например, со сложными углеводами у нас проблема. Кроме того, некоторые витамины синтезируются той же кишечной флорой, которая у нас есть. И если мы не будем снабжать нас дополнительными, нужными количествами витаминов, у нас могут развиваться либо гипо, либо даже авитаминозное состояние. И в целом были даже обзоры, в которых было показано, что состояние здоровья таких мышей, оно, мягко говоря, очень сильно отличается от того, которое хотелось бы. У них и проблемы с развитием наблюдаются по сравнению с нестерильными животными, и у них даже наблюдаются проблемы с развитием мозга, в том числе и когнитивной функции, и всего остального. Потому что сегодня всё больше и больше данных накапливается за то, что существует некая ось, что называется мозг-кишечник. И то, что есть в кишечнике, оно отвечает у нас не только за иммунную систему. Это логично, это понятно. Это как бы входные ворота, туда вся грязь в том числе устремляется. Поэтому тренировка лимфатических, прошу прощения, иммунных клеток, она, конечно, более рациональная и более логичная именно в этих пееровых бляшках, в лимфатических специальных бляшках, в кишечнике. Именно потому, что там находится масса какой-то чужеродной флоры. Это первое. И второе. Всё-таки в этих исследованиях не оценивалось такой важный пункт, как качество жизни. Потому что качество жизни мышей это такой слабоизмеримый всё-таки показатель. А если мы говорим о человеке, то да, конечно, сезонный ренит его убить вряд ли сможет. И жить он будет долго. Но вот счастлив ли будет он, это большой вопрос. Так что это ещё вопрос и счастье. Спасибо. Вопрос задаёт наш зритель Дмитрий Сергеевич Филатов, который спрашивает. Сегодня надпись «Убивает 99,9% всех микробов стала неотъемлемой частью любого дезинфицирующего средства». Что это за 0,01% микробов, которых никак не могут убить? Есть ли за этим, кроме маркетинговой ловки, какая-то правда? Ой, я бы очень сильно боялся вот этот оставшийся процент, раз уж их ничего не убило. Это вообще какие-то суперзвери, наверное. Но на самом деле нет. Это, конечно, чистый маркетинг, причём чистой воды. И чаще всего, если вы посмотрите на эту фразу, на обложке или на этикетке, там будет звёздочка и сноска. Что конкретно искали? и выяснится, что, например, это были 3-4 каких-то бактерий, 3-4 разновидности бактерий. И только их засеивали на среду, и да, вот тот, ну, не знаю, там, например, хлоросодержащее какое-нибудь активное вещество, действительно, можно подобрать такие бактерии, которые он убьёт почти вчистую. Там останутся буквально сотые действительно процента колоний. Вот это имеется в виду. не то, что есть весь пул бактерий, весь микромир, мы его ещё толком даже не изучили, поэтому мы не можем сказать, что входит в 100%. Так вот, берётся маленький пул, то есть 3-4 разновидности, их убивают и на основании этого исследования делают вот такое громкое заявление. Вот и всё. То есть чистый маркетинг. Вопрос задаёт Алексей, который спрашивает, есть ли какие-нибудь дополнительные рекомендации по гигиене для владельцев карликовых пингвинопитеков, кошек, собак и других домашних животных? Ну, с карликовыми пингвинопитеками мне как-то не приходилось сталкиваться, это всё-таки, наверное, к тебе вопрос, Саш. Если говорить о кошках и собаках, то да, конечно, есть, потому что нужно понимать, что здоровые животные – здоровый хозяин. И наоборот. То есть нужно, естественно, следить и за чистотой, если мы говорим о кошках, мне, наверное, проще о них говорите, и за чистотой их туалета в том числе, и за тем, что если они вдруг, например, ходят на улицу, чтобы вовремя проводить профилактику глистных заболеваний у них самых различных и каких-то других паразитарных заболеваний, потому что очень многими они способны с нами обмениваться. И поэтому, ещё раз повторюсь, здоровое животное – здоровый хозяин. Кроме того, сейчас в связи с коронавирусом выяснился и другой интересный момент, что мы можем представлять опасность для тех же котиков и заражать их вот этим современным нашим коронавирусом. Причём, они даже болеть могут. Умирать пока вроде бы нет, но болеть точно могут на 100%. Поэтому нужно заботиться не только о себе, но и о своём питомце. Это взаимовыгодно. Александр из Москвы интересуется, существуют ли методики профилактического введения специальных белков или микроорганизмов для, с одной стороны, поддержание боевого духа иммунитета и с другой отвлечение иммунных клеток от борьбы с собственным организмом. Нет, лучшая профилактика это всё-таки отсутствие стерильности. Не так, чтобы у неё дома была грязь килограммами и так далее, и не так, чтобы выходить и падать в ближайшую лужу, но вот обычный, обычный режим, то есть без стремления вычистить всё в ноль, почистую, стерилизовать среду и так далее, и так далее. Это срабатывает гораздо лучше, но понятно, что это должно работать с самого начала. А то, о чём спрашивают по поводу белков, есть в принципе такой подход, то есть то, что называется десенсибилизация, если у человека аллергия, предположим, на какой-то белок, то да, ему можно вводить небольшие его дозы, постепенно-постепенно приучая организм. Такая методика есть. Не все, конечно, для неё подходят, пациента, к сожалению. То есть это на сегодня как бы такой последний рубеж. Начинает с того, чтобы потихонечку гасить проявление аллергии, и только в самом-самом конце, когда уже ничего не работает, и пациента ничего не берёт, у него там или бронхиальная астма мощнейшая, или сезонный ринит аллергический, который вообще не позволяет дышать, в этом случае проводят вот эту специфическую десенсибилизацию. То есть это, по сути, иммунотерапия аллергических заболеваний. Вот, наверное, об этом говорить. Галина из Полярных Зорь спрашивает, может ли текущая ситуация с активным использованием населением антисептических средств привести в будущем к росту аутоиммунных заболеваний? Скорее всего, нет, потому что мы же не фанатично это всё делаем, то есть не в масштабах всей квартиры, предположим, или всего города. Я понимаю, что некоторые восприняли ситуацию с коронавирусом так, что нужно просто стерилизовать среду вокруг себя, но это не лучший подход, во-первых, а во-вторых, чтобы уничтожить вообще все микроорганизмы, это прям нужно очень сильно постараться. То есть надо действительно всё кипятить, всё проглаживать утюгом, всё заливать хлоркой или лизолом, или какими-нибудь другими, прям такими, знаете, ядрёными, специализированными, практически боевыми химическими веществами, а большинство бактерий, конечно, всё-таки сохраняются и они работают именно как стимуляторы нашего иммунитета, мы с ними сталкиваемся регулярно и в пище, и в воде, и так далее, и так далее. Да, можно, повторюсь, можно создать такую ситуацию для себя, но это прям нужно очень постараться, чтобы и вода кипячёная, и вся еда исключительно такая, знаете, сильно термически обработанная без фруктов, без овощей, свежих и прочего. То есть, если задаться целью, то она вредит себе можно, но, скорее всего, нет. То есть, в глобальном масштабе, во-первых, рекомендации были не такие, как сказать, не такие строгие, то есть, не было такого, что вот всё вычищаем, всё стерилизуем и так далее, и так далее. Исключительно, вот, руки помыли, более чем достаточно. Я надеюсь, всё-таки это будет рациональным подходом к спасению себя от коронавируса без нанесения себе вреда. Василий Иванов из Москвы интересуется, как найти золотую середину между чистотой и не очень чистой средой, и стоит ли специально тренировать свой иммунитет? Похожий вопрос на уже бывший. Специально не нужно, специально он справится сам, то есть, вам достаточно просто соблюдать обычные, нормальные меры гигиены. Как понять, очень просто, если вы болеете кишечными инфекциями, вы, наверное, что-то делаете не так. Если кишечных инфекций у вас дома нет, значит, вы всё делаете правильно. Вот и всё. Анастасия из Москвы про ободок унитаза. Так может, как раз из-за распространённости мифа об ободке унитаза, там как раз моют чаще. Как это вообще исследовалось? Учёные ходили по домам обычных людей, а выбор как конфликт интересов? И почему во рту более опасные бактерии, чем в кишке получились, если сравнивать зубную щётку и унитаз? Вот к вам приходили, Алексей, домой, проверяли ваш поток? Это очень хороший вопрос, естественно. Да, то есть, нам нужно всегда иметь некоторую альтернативную гипотезу, что называется. Но всё-таки опрашивался и стиль жизни, и всё остальное, потому что остальное, да, остальное, в общем-то, тоже моют и действительно гораздо реже, чем тот же ободок унитаза с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим по структуре бактерий, то есть, это как бы совершенно другая флора, мы видим, что там в основном то, что выделяет, то, что и должно выделяться, там обнаруживается, это означает, что вчистую их всё-таки не оттуда, не изгоняют и так далее, и так далее. Может быть, да, это естественно может быть, такое не исключено, но всё-таки они старались учитывать и делать поправку на чистоту либо замены, если мы говорим о вгубках, о зубных щётках и так далее, либо смотреть на какие-то другие показатели, которые тоже могли повлиять на полученный результат. Если интересно, как всё это производилось, у меня есть ссылки, сходите, посмотрите. Конечно, это нельзя воспринимать вот так стопроцентно, это просто один из срезов, но повторяемых и воспроизводимых срезов, то есть, действительно, такие результаты встречаются достаточно часто. Почему во рту, ну, вы знаете, как во рту достаточно разнообразная флора, и здесь у нас, например, есть в том числе и то, что живёт в дыхательных путях, и то, что потом перемещается в желудочно-кишечный тракт, здесь гораздо более часто встречаются, ну, например, условно-патогенные организмы, те же пневмококи. Под ободком унитаза и вряд ли будут, а вот на зубной щётке да, их можно найти вполне себе. И так далее. Здесь достаточно много в том числе анаэробной флоры. На выходе она, впрочем, тоже бывает, потому что в кишече, как вы понимаете, условия не то, чтобы с большим снабжением кислорода и так далее, и так далее. Вполне возможны самые разные варианты. Поэтому это всё естественно с оговорками, поэтому даются ссылки, поэтому нужно всё это проверять. следующий вопрос тоже с сомнениями в дизайне исследований. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает. В вопросе про правила 5 секунд забыли упомянуть один момент. А что нашли на еде, контактирующей не с полом, а только с тарелкой, ножом и вилкой, в том виде, как они есть на обычной кухне, а не только из стерилизатора? Может, падало на пол или нет, всё равно? Да нет, в общем-то это немножечко другая ситуация. Тарелки-то брали естественно. То есть тарелки не брали вообще, начнём с этого. То есть брали нормальную еду, готовую, просто бросали на пол. Если мы будем сравнивать, с какой частотой моются тарелки и с какой частотой моется тот же пол, ну, как бы я не думаю, что в данном случае пол выиграет с разгромным счётом. Тарелки всё-таки моются более тщательно и со специальными моющими средствами в том числе. То есть это может быть либо ежедневное мытьё, либо может быть даже несколько раз в день, если тарелок мало и так далее, и так далее. То есть здесь ситуация выглядела иначе. Не на тарелку помещалась, а сразу бросалась на пол. Кулачков Сергей из Воронежа спрашивает, я правильно понимаю, что частота это хорошо, а чрезмерная частота это плохо для человека? Только насколько сильно следует оберегать детей от различной микрофлоры вокруг, чтобы у них было как можно меньше вероятности приобрести аллергию, но в то же время они не заразились чем-нибудь страшным. Ну, да, это тоже хороший вопрос. И опять же, мы следуем из принципа разумности и рациональности. Если у нас есть дома домашние животные, мы, естественно, не ограничиваем контакт с ребёнком этих питомцев. Но в основном, конечно, в первую очередь мы говорим о правильных питомцах, то есть собаках-кошках. Потому что если это какие-нибудь попугайчики или рептилии или что-нибудь в этом роде, лучше дать ребёнку подрасти, потому что у них свой набор опасностей и свои заболевания, причём зачастую достаточно такие тяжёлые для человека и прочее, прочее. Поэтому кошечки-собачки. Вот для ребёнка этого более чем достаточно. Мы не стремимся просто к излишней чистоте. С одной стороны. А с другой стороны, на второй чаше весов, что не должно быть откровенной грязи вокруг, откровенных гор пыли, каких-то ещё что-то в этом роде. Обычная, нормальная уборка, то есть раз в неделю, например, когда всё это сгребается, вычищается, моется, стирается, этого более чем достаточно. То есть не нужно каждый день бегать с этими отбеливателями или с хлорсодержащими веществами или ещё с чем-нибудь и стараться стерилизовать свою среду. Вот этого делать точно не надо. Остальное поведение исключительно укладывается в понятие разумного, то есть здравый смысл. Даниэль из Рамадгана спрашивает, хотелось бы спросить, нужно ли чистить язык? Если да, то как часто? Спасибо. Интересно. Да, некоторые зубные щётки содержат специальную поверхность для чистки языка. Есть такое, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, что зубной налёт, что налёт на языке может быть свидетельством патологии желудочно-кишечного тракта. И если у вас есть какой-то налёт, который сильно отличается от нормального, то есть вот этот белёсый небольшой, он вполне может быть. Если он там жёлтый или ярко-жёлтый или целиком весь язык обложен или что-то в этом роде, то чистка не спасёт. Понимаете как? То есть нужно убирать первопричину. Если вы уберёте первопричину и налёт изменится. Другой вопрос, что к сожалению те заболевания, которые связаны с появлением вот этого разноцветного и разного и масштабного налёта на языке, они зачастую хронические и они в лучшем случае переводятся в стадию ремиссии. То есть нет такого, чтобы прямо излечились целиком и полностью. Можно попробовать. Да, то есть попробуйте, ничего страшного в этом нет. Как вы понимаете, костей в языке нет. Там какие-то переломы, травмы, вывихи вы себе не причините. Но с одной стороны. А с другой стороны всё-таки без фанатизма. Там, конечно, есть слизистая оболочка, но внутри мышца. Вот до неё добираться нежелательно. Алексей, тебе предстоит теперь выбрать автора лучшего вопроса. Вопросы были такие. Про 99,9 вопроса этих самых микроорганизмов. Значит, про дополнительные рекомендации по гигиене для кошечек и собачек. Существуют ли методики профилактического введения специальных каких-нибудь микроорганизмов для поддержки иммунитета? Может ли текущая ситуация с антисептиками привести к росту аутоиммунных? Как найти золотую середину между частотой и не очень? Про ободок унитаза проверяли их как-то по-особому? Правило 5 секунд проверяли ли тарелки из ножей и вилки? Значит, чрезмерная частота это плохо. Насколько сильно следует оберегать детей? И прочистку языка? Мне больше всего понравился вопрос со скепсисом. Это правильный вопрос. Это действительно так и нужно спрашивать каждый раз, когда вам какие-то результаты озвучивают. То есть про ободок унитаза. Нет ли альтернативного объяснения, почему там меньше бактерий? Может быть там просто чаще моют. Итак, Анастасия из Москвы, задавшая вопрос про ободок унитаза со скепсисом, вы получаете книгу «Крах гигиены. Как война с микробами уничтожает наш иммунитет» издать «Стопитер». В чате должны появиться контакты Георгия Соколова, свяжитесь с ним. Алексей, вам призы, подарки от арткомитета форума. Существуют ли какие-то способы утилизации этих масок или они просто возвращаются в естественную среду и там валяются столетиями? Эти слова звучат настолько часто, что стали синонимом искусственного. В то же самое время говорить о том, что вред микропластика не доказан. Но ведь микропластик это тот же самый пластик, просто гораздо проще поступающий в организмы. В общем, сжигать пластик на своем участке это плохая идея. Приготовьтесь, какой химический элемент изображен на сережке у докладчиц? Все-таки предположение у ученых таково, что пластик будет разлагаться. Продолжение следует...